МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите ОТВ. Меня зовут Евгения Августина. Сегодня в прямом эфире пройдут 18-е Одинцовские окружные рождественские образовательные чтения. Это значимое событие в культурной образовательной жизни нашего округа. В этом году в связи с пандемией очные мероприятия запрещены. Однако это не преграда для нас и наших участников. Для нас это значимое событие еще и потому, что в этом году Звенигородское благочение принимает участие в составе Одинцовского городского округа. Тема 18-х рождественских чтений Александр, Невский, Запад и Восток. «Историческая память народа». Мы веками живем и взаимодействуем с различными народами и культурами, что нас научило выстраивать особенные отношения с другими странами. За это умение Россию с давних пор называют мостом между Западом и Востоком. О том, почему так важно сохранить нашу культурную и историческую память, мы сегодня и поговорим. Сегодня у нас в гостях заместитель главы администрации Одинцовского округа Олег Васильевич Дмитриев, Благочинный церквей Звенигородского округа протеерий Николай Курдов, заместитель благочинного церквей Одинцовского округа священник Григорий Федотов и профессор кафедры государственных и гражданско-правовых дисциплин Московского областного филиала Московского университета МВД России имени Кикотя, доктор юридических наук Лукьянов Сергей Александрович. Вот в такой дружной компании мы сегодня будем открывать рождественские чтения. А я напоминаю, что наблюдать за, ну, можно сказать, торжественной церемонией можно не только в прямом эфире на нашем канале, но и в социальных сетях, например, в Инстаграм или на Ютубе. Кроме того, работает телефон студии 8495-508-86-84. Отец Григорий, это уже 18-е окружные рождественские образовательные чтения. Какова их главная цель, на кого они в первую очередь рассчитаны? Наши районные рождественские чтения, это, конечно, в первую очередь, часть международных рождественских чтений, которые уже существуют с 1993 года. И так как опыт больших рождественских чтений, которые охватывают не только нашу страну, но и другие страны, он оказался положительным, то постепенно этот опыт спускался на все уровни церковно-государственных отношений, общественной жизни. И поэтому сейчас в каждом районе проводятся такие образовательные чтения. Их цель, в первую очередь, создать такую площадку для общения между государственно-образовательными структурами, между церковью, и чтобы вместе осмыслить ту роль, которую играет Роспрослана Церковь и играла в истории нашего государства, и что действительно православная вера может привнести как пользу для нашего общества, для нашего государства. И, конечно, помимо этого, основной акцент делается на взаимодействии в рамках образовательных программ. То есть мы, в первую очередь, встречаемся с директорами школ, с учителями, с теми ребятами, которые учатся по этим историческим программам. И тем более сейчас такая особая тема, посвященная истории нашего государства российского. Поэтому действительно стараемся, чтобы это взаимодействие принесло плоды и для государства, и для конкретных людей, и для, конечно, общецерковно-государственных взаимоотношений в том числе. Аудитория такая достаточно широкая получается, и молодежь, и более старшее поколение. Вот кто наиболее активно откликается? Ну, исторически так сложилось, что международные рождественские чтения, они возникли именно на базе образовательных таких программ, образовательного диалога. Поэтому, в первую очередь, конечно, акцент делается именно на диалог с молодежью, со школьниками. Но, помимо этого, конечно, затрагивается и научная общественность, потому что каждое рождественское чтение – это повод задуматься и углубиться в том числе в научные изыскания. Поэтому, конечно, тут очень широкий диапазон тех людей, которые привлекаются к взаимодействию в рамках рождественских чтений. Ну, и мы сегодня тоже углубимся, ни для кого не секрет. С нами Сергей Александрович, но об этом чуть позже. Олег Васильевич, к вам теперь вопрос. Да, мы уже заговорили про образовательные учреждения, про школьников, педагогов. В этом году, к сожалению, пандемия. Значит ли это, что мероприятий, которые обычно проходят в рамках рождественских чтений, станет меньше? Ну, к сожалению, да. Пандемия, она внесла коррективу нашу общую жизнь с вами, да. Ну, в том числе, конечно же, и в образовательный и воспитательный процесс. И в этом году та целевая аудитория дошкольных образовательных учреждений, детишки, которые все были охвачены в рамках мероприятий рождественских чтений, они, конечно, к сожалению, у нас выпадают, да. Но при этом в общеобразовательных учреждениях, в школах рождественские чтения проводятся. Они проводятся, как и в онлайн-режиме, так же и по классам. То есть это и классные педагоги, и педагоги-предметники, и общественные организации, и духовенство проводят эти рождественские чтения где-то очень, но в основном, конечно, в онлайн-режиме. Но, конечно, педагогический состав они все проводят точно. Единственное отличие, что, в общем-то, целевая аудитория и масштабность проведения была, это и в рамках всей школы, и несколько школ соединялись с детной площадкой. Сейчас, конечно, это в разрезе каждого класса проводится. Но, тем не менее, по школам мы проводим. А я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире 8495 508 86 84. Наш номер телефона. Здравствуйте. 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 Как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста. Авельянова Юлия Сергеевна. Очень приятно, Юлия Сергеевна. Вы хотите задать вопрос? Вы знаете, мне хотелось бы вам по прямому эфире поблагодарить настоятеля храма Вакуова, отца Никиты Силина, который на протяжении долгого времени уделяет огромное внимание нашему образовательному учреждению. Уже в течение двух лет отец Никита проводит у наших детей замечательные уроки, проводит встречи, беседы. Эти беседы несут высокий нравственный характер. В такое непростое время мы желаем ему огромного здоровья и благодарим наш городской округ, его управление за то наставничество, которое они уделяют нам. Огромное спасибо. Спасибо большое и вам за звонок. Не могу не задать следующий вопрос. Да сейчас у нас молодежь достаточно своеобразная. Наверное, так было во все времена, но мы наблюдаем то, что имеется сейчас. Вот как найти к ним подход? Ведь темы достаточно сложные, темы непростые. Как донести до них ту информацию, которую хочется донести? Можно ответить, да? Конечно. На самом деле, конечно, круг вот тех проблем, которые беспокоят человека и человечество, он, в принципе, один и тот же во все времена. Поэтому первичная задача именно начать этот диалог. Поэтому, конечно, мы используем, в том числе в современном мире, современные технологии, социальные сети, тот же самый Инстаграм, то есть проводим те же самые трансляции, ответы на вопросы. Особенно в пандемию это направление, оно так развивается. Но при этом, конечно, мы должны понимать, что вот этот начальный импульс, то есть встреча, когда она произошла, дальше все происходит так же, как происходило и сто, и тысячи лет назад. Потому что дальше идет диалог человека с человеком, души с душой. Вот. И дальше уже, конечно, зависит от нашего, в том числе личного опыта, от того примера. Я тут говорю не о священниках, а о педагогах, и о том числе люди, которые занимаются административной деятельностью, от того, какой мы пример показываем. Поэтому, да, современные технологии, они помогают выйти на контакт, вот, чтобы завязался этот диалог, чтобы даже какие-то, может быть, иногда провокационные вопросы появились, потому что молодежь, она такая. Вот. А дальше уже наша задача, что как мы отреагируем на это, как мы начнем дальнейший диалог, и как мы его продолжим. И тогда вот уже... Да, это важно дальше. Будут они доверять? Конечно, конечно. То есть, современные технологии, они в первую очередь должны создать возможность этой встречи. А дальше все в старинке, как во все времена. Олег Васильевич, какие мероприятия обычно проходят в рамках рождественских чтений в образовательных учреждениях? Это только классные часы или какие-то еще мероприятия? Ну, я бы шире, наверное, осветил этот вопрос, не только в рамках рождественских чтений, да, проходят различные мероприятия, митинги, встречи, но и на протяжении, в общем-то, всего образовательного процесса, да, у нас и пасхальные чтения проходят, и дни славянской письменности, и различные конкурсы, да. Помимо того, что идет преподавание мировых религий, и в первую очередь православие, в классах, да, в школе. И поэтому, в общем-то, дети, они постоянно, перманентно, вот, в этом потоке информационном, воспитательном, и не только в период рождественских чтений. То есть работа ведется постоянно. Отец Николай, я хочу спросить у вас, в этом году рождественские чтения посвящены Александру Невскому. Почему именно ему? Почему выбрана именно эта тема? Ну, я хотел бы сказать, что каждые рождественские чтения, они носят определенные названия, определяют это название, так же, как и их дальнейшее проведение, именно Святейший Патриарх. Под эгидой международных чтений они потом проходят и в рамках любого района, городского округа. Ну, скорее всего, я думаю, эта тема очень актуальна сейчас. Возвращение к нашим корням, именно знание истории, знание тех людей, людей сильных, своего народа, которые показывали пример, как в добродетельной жизни, так же и в жизни правильной светской, то, конечно, это способствует общему укреплению и общему возрастанию молодых душ, которые, в принципе, на которые рассчитаны рождественские чтения. Спасибо большое, отец Николай. Ну, не могу не спросить у Олега Васильевича, мы очень часто спорим, знают дети историю, не знают историю. Вот Александр Невский, знаком сейчас с школьником? Нет, конечно же, Александр Невский, он знаком нашим школьникам. Более того, с шестого класса дети начинают изучать историю Древней Руси, государства российского. И не только Александр Невский, но и все знаковые, великие люди земли, российской, русской, они, в общем-то, известны. Поэтому в рамках образовательной программы, в рамках государственных образовательных стандартов они изучают, конечно же, и Александра Невского, в том числе, конечно, знают. А я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире 8495-508-86-84. Здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, мы вас слушаем. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Ирина. Я бы хотела задать вопрос Олегу Васильевичу Дмитриеву. Задавайте, пожалуйста, Ирина. Олег Васильевич, если меня слышно, скажите, пожалуйста, у вас есть дети? И если да, то поделитесь личным опытом. Как вы вас любите духовно-нравственные качества? Спасибо большое, Ирина, за интересный вопрос. Спасибо за вопрос. Да, конечно же, у меня есть дети, они уже достаточно взрослые, и сформировавшиеся определенной, скажем так, как воспитательной, эмоциональной, моральной средой. Но вопрос действительно очень серьезный. Если мы говорим о воцерковлении, это вопрос длительный, да, и как вот отцы сказали, что действительно это нужно начинать постепенно, это нужно где-то личным примером, даже я не про свой личный пример говорю, да, ну, допустим, общение, общение с интересными людьми, общение с священниками. Потом на каком-то этапе был период, когда сподобились и посетили Святую Гору Афон. И, конечно же, дети неизгладимые впечатления получили именно от живого общения, от прикосновения к святыням. Но, повторюсь, это вопрос такой, его нельзя делать резко, назидательно. Это каждый день по крупицам, по чуть-чуть, и в первую очередь это не только моих детей, это вообще и наших учащихся, учеников касается. Это должно впитываться понемногу, по чуть-чуть на протяжении всей жизни. В семье, в школе, на улице, в обществе. То есть, тогда мы, в общем-то, получим морально здоровых с точки зрения духовной воспитания людей и детей, которые, в общем-то, в дальнейшем составят свет нашего общества, свет нашей нации. Поэтому дети, да, есть, и не так просто, но, тем не менее, слава Богу. Я напоминаю, что мы в прямом эфире сегодня в центре нашего внимания рождественские образовательные чтения 8495 508 86 84. Здравствуйте. Алло. Алло. Здравствуйте. Как вас зовут? Екатерина. Екатерина, очень приятно задавать ваш вопрос. Мне бы хотелось обратиться к священникам. Учитывая интересы и образ жизни современной молодежи, какими способами вам удается ее заинтересовать и привлечь внимание к делам в церкви? Спасибо большое. Отец Григорий, отец Николай. Да, могу ответить. Вопрос, на самом деле, в продолжение вопроса Олега Васильевича, потому что, действительно, эта тема очень серьезная. И, как я уже говорил, на самом деле, конечно, заинтересовать можно только чем-то настоящим. Поэтому на первое место, конечно, встает реальный пример. То есть, по идее, должны, конечно, в церкви показывать реальный пример духовной жизни. Потому что, если этого не будет, то никакие ни технологии, ни какие-то концепции правильные, они и работать не будут. Поэтому, конечно, все идет в первую очередь от общения людей. Ну, а само общение, оно может быть совершенно по-разному организовано. Потому что, допустим, иногда говорят, ну вот, в храм же человек ходит, ну вот это достаточно. На самом деле, недостаточно, потому что жизнь человека, она не ограничивается только посещением храма. Это же и общение вне храма. И поэтому очень важно, чтобы вот была возможность у священников взаимодействовать в том числе с молодежью вне храма. Конечно, станет момент, когда человек, находясь в храме, он будет привязываться, в первую очередь, именно вот к этой храмовой жизнью, участию в богослужении, этой радостью от того, что он с Богом. Но пока он этого не знает, очень важно, чтобы была возможность пообщаться вне храма, задать себе вопросы. До пандемии, конечно, мы организовали молодежные встречи. Вот у нас, допустим, была традиция здесь в Гребенском храме, что каждую неделю обязательно в определенное время мы собирались вечером за общим чаепитием, общались и обсуждали самые разные вопросы. То есть у нас не было, в принципе, запретных тем. Все, что волнует молодежь, все это обсуждалось, на все это мы старались найти ответ без каких-то там запретов и просто, что нельзя, нельзя. То есть объясняли, почему это так. Сейчас стало сложнее, но тут на помощь пришли как раз все-таки социальные сети, потому что есть возможность все-таки вести хоть как-то проповедь в том же Инстаграме, опубликовать посты, которые иногда задевают за живое и может даже вызывают какую-то ответную негативную реакцию, но опять же любая реакция даже негативная, это повод для разговора. Поэтому на самом деле самое главное, чтобы вот были эти зацепочки, был повод для разговора, а дальше уже в самом разговоре можно действительно все точки над гиро ставить и донести вот этот многовековой, даже тысячелетний опыт церкви на примерах конкретных, современных. Что же современному человеку рассказывает какие-то вещи древние, ему это все далеко. А когда в конкретной жизненной ситуации он видит, как Евангелие воплощается в его собственной жизни, тогда уже дело и пойдет, потому что он поймет, что в том числе в Евангелии, в этой древней книге есть ответ на его современные вопросы. То есть вот таким образом стараемся, чтобы... Отец Николай, поддержите? Ну, абсолютно. Ну, я как... Не просто поддерживается Григорий, но действительно современная ситуация с пандемией связана, она, естественно, накладывает свой отпечаток. И духовенство, оно старается, ну, не то, что прямо в ногу идти с моментами и технологией, и всего, но в любом случае мы этого стараемся не бояться. Я думаю, что это самое главное. И личный пример, он всегда в основе лежит любого священника, любого человека, который пытается привести молодежь к чему-то хорошему и светлому. Спасибо большое. А я напоминаю, что сегодня в центре нашего внимания рождественские образовательные чтения. Тема 18-х окружных рождественских чтений Александр Невский. Я предлагаю посмотреть фильм. Внимание на экран. Его знают от мала до велика. Святой подвижник и защитник православной Руси. Великий князь, объединивший земли своего Отечества. Мудрый дипломат, сумевший противостоять Западу и Востоку. Искусный полководец, не проигравший ни одной битвы. Александр Невский. О нем помнила, помнит и будет помнить всегда наша русская земля. Будущий святой и заступник Руси Александр родился в 1221 году в городе Переславле-Залесском. Будучи наследником великого князя Киевского Ярослава, он с малых лет сопровождал в сражениях, впитывая боевой дух и познавая традиции православной Руси. Известно, что отец лично провел обряд посвящения Александра в война, когда ему было всего 4 года. И спустя всего десятилетия Ярослав посадил совсем юного сына княжить на престол новгородский. Такова была безмерная вера отца в силу сына своего. Тринадцатый век был непростым временем в истории Руси. Границы с разных сторон разрывали на части. С востока шла монгольская орда. С запада надвигались шведы и немцы. Воспользовавшись нашествием хана Батея на Русь в 1240 году войско крестоносцев вторглось в западные пределы отечества. Когда корабли шведов подошли к Неве командующий рыцарями Биргер отправил к князю послов со словами «Если можешь сопротивляйся мне, а то я уже здесь пленяю твою землю». Для двадцатилетнего князя это был большой вызов, ведь за спиной была родная Русь и уповать было не на кого. Молодой полководец долго молился в храме Святой Софии и выйдя к дружине обратился со словами «Не в силе Бог, но в правде. Иные с оружием, иные на конях, а мы имя Господа Бога нашего призовем». И Божья поддержка явилась богатырям русским чудесным явлением. Стоявший в дозоре воин видел ладью плывущую по морю и на ней святых Бориса и Глеба. В тот же день 15 июля с благословением Господа и верой в победу русское войско во главе с Александром разгромило врага. За эту победу на реке Неве народ назвал князя Александра Невским. С того дня имя молодого князя славилось по всей Святой Руси. Долгие годы Александр доблестно защищал западные рубежи нашей Родины. За свою жизнь он принял участие в более чем 20 битвах и ни одной не проиграл. Главным сражением, в котором Невский проявил себя как грамотный полководец и талантливый стратег, была битва на льду Чудского озера 5 апреля 1242 года. Многие историки полагают, что Александр заранее разработал план битвы с крестоносцами Ливонского ордена. Применив новое построение русских войск и усилив фланги, князь с дружиной разгромили вражескую стальную свинью, особый боевой порядок войск, с которым немцы ранее одерживали победы. Окруженные крестоносцы, не имея возможности для маневра, в тяжелых доспехах провалились под лед. Тем самым битва на Чудском озере была блистательно выиграна и вошла в историю под названием Ледовое побоище. Как ни пытался Запад захватить рубежи Руси, но ни силой, ни словом это не удавалось. Известно, что Папа Римский неоднократно присылал к Александру Невскому послов, предлагая принять католичество и объединиться против татаро-монгол, но князь неизменно отказывался. Великий воин-молитвенник, подвижник и строитель земли русской Александр Невский не видел иного пути для отчизны. Во время своего правления благоверный князь придерживался мудрой политики, вел активные войны с европейцами, а на восточных рубежах успешно добивался мира дипломатическим путем. В ту эпоху татаро-монгольская золотая орда представляла собой грозную силу. Хан Батый совершал набеги, переписывал население и собирал дань с русского народа, но силой свою веру не насаждал. Князь Александр лично четырежды посещал ставку великого хана. Получив ярлыки на княженье во Владимире и Киеве, Невский на своих землях подавлял мятежи против ордынской переписи и сборщиков Дани, тем самым предотвращая новые разрушительные походы на Русь. Усилиями Александра Невского православная епархия была открыта даже на территории Золотой Орды. Князь активно добивался у хана важных политических льгот, одна из которых освобождение русских от обязанности выступать войском на стороне татар в их войнах с другими народами. Еще много ратных подвигов мог бы совершить великий князь для своей Руси, если бы не настигла его ранняя кончина. Возвращаясь из очередной поездки во рту князь неожиданно занемог и в возрасте 43 лет умер в селении Городец недалеко от Владимира. Перед кончиной он принял монашеский постриг под именем Алексий. О его смерти церковный иерарх того времени митрополит Кирилл возвестил следующими словами «Закатилось солнце земли русской». В XVI веке Александр Невский был канонизирован Русской Православной Церковью как благоверный князь. В истории было мало личностей подобного масштаба. Именно он стал тем, кто заложил основы будущего объединения русских княжеств и сохранил православную веру на Руси. Александр Невский патриот Отечества заступник народа и истинный сын земли своей. В прямом эфире ОТВ 18-й Одинцовский окружны рождественские образовательные чтения. И сейчас, наверное, переходим к главной части чтений. Отец Григорий, что бы вы хотели сказать зрителям и участникам чтения? Дорогие телезрители и участники рождественских чтений. В первую очередь, конечно, хотелось передать дистанционно, пользуясь тем, что у нас такой дистанционный формат, благословение управляющей Московской епархией, митрополит Крутитской и Коломенской и Виналия, всем участникам наших рождественских чтений, ну и вообще всем прихожанам наших храмов, всем тем, кто интересуется вопросами веры. Мы с вами недавно, буквально только что обсуждали то, что действительно времена непростые и что времена Александра Невского, они, наверное, были еще гораздо сложнее, чем сейчас, поэтому сами рождественские чтения являются для нас таким поводом и историю нашу изучить, но помимо этого, может быть, даже еще большим поводом брать пример с благоверного князя Александра Невского в его мужестве, в его рассудительности, потому что действительно времена непростые, все мы немножечко расстроены и даже раздражены этой пандемии, много всяких переживаний рождается, даже каких-то страхов, но мы же видим, что Александр Невский, он жил еще в более тяжелое время и там действительно со всех сторон были опасности и очень мало людей действительно доживал вообще до старости, так тяжело было жить, но при этом он не терял присутствие духа, он воодушевлял многих и многих и, наверное, нам тоже с вами лучше не бояться, не переживать, а постараться увидеть то, в чем мы можем быть такой поддержкой для тех людей, которые нас окружают, то есть постараться взять пример с Александра Невского вот в этом мужестве, в рассудительности и вооружившись им все-таки нести добро и тепло тем людям, которые нас окружают, это будет, наверное, самым главным результатом наших рождественских чтений, если мы изучим пример Александра Невского и на практике действительно нашей реальной жизни сможем хотя бы немножечко подражать ему. Спасибо. Спасибо большое, отец Григорий. Отец Николай, мы очень рады, что в этом году вы принимаете участие в рождественских чтениях в составе нашего округа. Что бы вы хотели сказать зрителям и участникам чтений? Дорогие телезрители, от всего сердца хотелось бы поздравить с рождественскими чтениями. Само понятие рождественских чтений, несмотря на разные тематики ежегодные, которые у нас приводятся, надо понимать, что они посвящены во-первых, Христу. И само понятие Рождество это по сути день рождения Христа. Я хотел бы пожелать, чтобы мы достойно встретили день рождения Господа и Спасителя, чтобы мы стали чуточку светлее, чуточку добрее. И пример благоверного князя, я думаю, многим будет таким действительно путеводным в данном случае и в решении своих, может быть, каких-то моментов и, может, духовно-нравственного возрастания. Хотелось бы пожелать, чтобы то единение, которому он всю свою жизнь служил, было единением и в сердцах не только наших телезрителей, но вообще в сердцах всего нашего народа. Ну и достойно встретить праздник Рождества Христова. Спасибо большое, Николай. Я напоминаю, что мы в прямом эфире. 8495 508 86 84. Здравствуйте. Алло, добрый день. Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Светлана. Светлана, очень приятно. Да, у меня вот вопрос к священнику Николаю. Подскажите, пожалуйста, почему Александр Невский причислен к лику святых? Спасибо большое, Светлана, за вопрос. Отец Николай. Спасибо большое. Ну, надо понимать, что понятие святости, абсолютной святости, оно принадлежит Богу. И мы, люди, можем быть, именоваться святыми ровно настолько, насколько мы близки к Богу. И говорить о святости конкретного человека могут судить только его потомки, его дела. И я думаю, в лице благоверного князя Александра Невского можно сказать, сказать, что он действительно свят и своей жизнью, и своими делами, и по объединению земель русских, и по чисто христианскому своему действительно добродетельному житию. И на самом деле, я думаю, что благоверный князь, он не нуждается в том, чтобы мы подтверждали его святость. Но это наша любовь к нему говорит о том, что мы его почитаем за святого, и молимся, и просим, чтобы он своими молитвами помогал, укреплял и наставлял нас на всякое дело доброе для спасения и наших душ, и во благо нашего Отечества. Спасибо большое, отец Николай, отец Григорий, может быть, есть что добавить? Святость, да, отец Николай правильно сказал, конечно, что святость вообще весь очень сложная, потому что в древней церкви святыми назывались все люди, которые шли к Богу, то есть вся община называлась общиной святых, вот, поэтому, если, тем более, святость с точки зрения говорить, то святость это не абсолютная непогрешимость во всех вопросах, во всех поступках жизненных, это в первую очередь устремление сердца человека к Богу, которое воплощается в конкретных реальных добрых делах, вот, и, конечно, если смотреть на жизнь благоверного князя Александра Невского, мы видим, что, да, он был и управленцев, он был военачальником, поэтому, конечно, были какие-то тяжелые решения в его жизни, но при этом, вот, если посмотреть, так скажем, вектор всей его жизни, он всегда был направлен к Богу и к добру, к тому, чтобы действительно принести благо и людям, вот, и объединить их, как отметил отец Николай, поэтому, конечно, глядя через века, я думаю, что никаких вопросов к личности благоверного князя Александра Невского быть просто не может, потому что мы видим плоды его трудов, мы имеем исторические сведения, которые подтверждают вот чистоту его души, его ответственность за его же решения, поступки, вот, поэтому, конечно, тут никаких вопросов быть просто не может. Действительно, он для нас пример и мужества, и рассудительности, и пример, в том числе, такого грамотного, любящего государственного деятеля, а не просто человека, который, да, вот ради себя жил на этой жизни, действительно, он воспринимал свою жизнь как служение и Богу, и служение своему Отечеству. Это главное. Вот мы, собственно, плавно перешли к вопросу Сергея Александровича. На самом деле, некоторые западные, в первую очередь, ученые, оспаривают значимость Александра Невского, утверждают, что, ну, летописцы, скажем, несколько преувеличили его вклад в историю. А вот так это или не так, нам сейчас расскажет профессор Сергей Александрович Лукьянов. Спасибо. Вам слава. Спасибо. Ну, чтобы ответить на этот вопрос в полной мере, необходимо рассмотреть жизнь и деятельность князя Александра с нескольких ракурсов. Личность человека, она ведь оценивается потому, что он оставил после себя потомкам. И как они это наследие воспринимают, зависит только от них самих. По результатам широкомасштабного опроса граждан России 28 декабря 2008 года святой благоверный князь Александр Ярославович Невский был выбран именем России. Случайно это было? Ну, наверное, нет. Вспомним-ка этот год. Вот в августе 2008 года российская армия, которую на Западе уже похоронили и считали беспомощной и слабой, вдруг неожиданно за несколько дней принудила тбилисских авантюристов, напавших на Южную Осетию к миру. Эта победа напомнила российскому народу о силе и славе русского оружия, то есть о том, что непосредственно связано с именем святого благоверного князя Александра Невского. Решением его святейшества патриарха Московской всея Руси Кирилла в 2016 году святой благоверный князь Александр Невский определен небесным покровителем сухопутных войск Российской Федерации. Почему так? Ведь в последние десятилетия, вы правильно сказали, со стороны отдельных исследователей раздавались голоса о том, что князь Александр ничего особенно в своей жизни не совершил, а сделано им было преувеличено услужливыми летописцами. Ну, например, профессор Оксфордского университета Джон Феннелл в своей монографии 1683 года, а Феннелл считается на Западе авторитетнейшим исследователем средневековой Руси, писал, что никакого крестового похода на Руси в 1240-1242 годах вообще не было шведские и немецкие феодалы, никаких крестовых походов не планировали, битвы на Неве как таковой тоже не было, потому что о ней не упоминается шведских источников. Ну, он отговаривается, конечно, что может быть что-то и было, но это было обычное рядовое припограничное боестолкновение. По его же мнению, масштабы ледового побоища были так же незначительны и не оказали особого влияния на историю северо-западной Руси. Что интересно, у Феннелла есть последователи и в нашей стране, которые так же пытаются доказать, что вся жизнь Александра Невского это миф, созданный потомками, то есть нами, а на самом деле князь был властолюбивым и жестоким тираном и едва ли не предателем русского народа, уговорившего ордынских захватчиков установить свое иго на Руси. Ну, впрочем, некоторые это утверждают, что и иго тоже никакого не было, а был полноправный союз русских князей и ордынских ханов. Вот попробуем разобраться сначала в вопросах якобы вымышленных военных побед Александра Яславича. Уже в 4 года он был посвящен воины. К юношескому возрасту прошел весь путь от отрока, то есть от младшего дружинника, до храбра, воина-профессионала. И это ведь не в учебных каких-то центрах, не на княжьем дворе. Это все формировалось непосредственно в походах с отцом, схватках с литовцами. Уже в 9 лет он официально становится князем новгородским. В 18 после битвы с литовцами под Смоленском построил сеть укреплений, защищавших новгородскую землю с юга-запада. Вот вероятно именно от отца великого князя Ярослава Всеволодовича, который всю жизнь свою провел в походах и добился титула великого князя, Александр усвоил уроки военной стратегии и тактики. И когда пришла вот весть о высадке шведов в устье и жоры, он действовал исключительно решительно. Взяв с собой лишь личную дружину немногих ополченцев-новгородцев, князь быстро выдвинулся к захваченному шведами Плацдарму, стремительно атаковал шведский лагерь на рассвете, нанес невосполнимый урон противнику и деморализовал его. И, кстати, в нужный момент вышел из боя, чтобы сохранить силы и не ввязываться в затяжное сражение. Это о чем свидетельствует? Это свидетельствует о его тактическом решении, продиктованном отсутствии достаточных сил для большой битвы. его в столь небольшом в общем-то возрасте, в большом тактическом опыте. И это решение оказалось правильным. Шведские крестоносцы ушли, так сказать, несолонно хлебавшие. И сколько их было, и сколько погибло, в том сражении, конечно, точно сейчас неизвестно. Действительно ли возглавлял их Ярл Биргер, которому в схватке князь Александр возложил печать копьем на лицо, это тоже, в общем-то, неизвестно. Но, кстати, проведенным в 2002 году исследованием установлено, что останки Биргера были в 2002 году исследованы, было установлено, что в область лица тот имел след от тяжелого ранения. Но в любом случае, даже если Невская битва и была эпизодичным пограничным боестолкновением, шведские крестоносцы в дальнейших событиях не участвовали. И это факт. И мы можем вполне предположить, что это было следствием как раз полученного от князя Александра наглядного урока. А какой мы сами сможем из этого извлечь урок? Обратите внимание, малыми силами, с минимальными потерями девятнадцатилетний князь одержал победу благодаря решительности, оперативности и точному расчету. А это уже характеризует его как военачальника, обладавшего высоким тактическим мышлением. Именно поэтому святой благоверный князь считается небесным покровителем морской пехоты военно-морского флота России, девиз которой «Там, где мы, там победа». Ну, а придумать Невскую битву со всеми ее подробностями, конкретными именами участников и прочих деталей, конечно, никакой летописец не мог бы, будь он даже автором «Властелина колец» Джоном Толкиным. Далее, вот если брать битву на Льдучевского озера. Ее же необходимо рассматривать не как отдельный какой-то эпизод, а как заключительная часть всей военной кампании 1241-1242 годов. Быстрыми и решительными ударами князь Александр выбил захватчиков из Пскова и Изборска, совершил рейды вглубь территории противника и вынудил его выйти на решающее сражение. При этом никто никогда не скрывал, между прочим, позорные трагические страницы тех событий. Например, сокрушительный разгром псковского ополчения под Изборском, захват Пскова ливонцами в результате предательства псковских бояр и посадника твердила Иванковича, гибель разведки диверсионного отряда воеводы Домаша. Это же была не только история одних лишь русских побед. И ледовое побоище должно восприниматься любым военным историком как классический пример первого в эпоху Средневековья сражения, в котором пехота фактически победила кавалерию. С точки зрения военного искусства это был умелый охват противника с флангов вместо общепринятой лобовой конной атаки. И это после того, как кавалерия ливонцев была обескровлена залпами суздальских лучников и схваткой с тяжеловооруженной новгородской пехотой. Вот отрицать сам факт этой битвы и ее значение просто бессмысленно. Тем более, что ход сражения был описан не только в русских летописях, но и в так называемой старшей ливонской рифмованной хронике, написанной скорее всего менестрелем самого же ливонского ордена. В ней автор жалуется на численное превосходство врагов христианства, как называет он русских, оправдывает поражение крестоносцев их малой численностью и хитростью князя Александра, вынудившись своими действиями ливонцев вступить в это сражение. Так в том-то и был стратегический полководческий талант Александра Ярославича, сумевшего в короткий срок во-первых обеспечить численное превосходство над врагом и навязавшего ему свою собственную тактику. Вот некоторые историки, стремясь нивелировать роль и значение ледового побоища, манипулируют цифрами, например, указывая на незначительное количество участников битвы и понесенных Ливонским орденом потерь. Но они забывают о таком факте, что в те времена, во времена Средневековья отряд из нескольких сотен конных рыцарей считался огромным войском. Ну а плюс к всему каждый рыцарь еще имел определенное количество воинов-кнехтов, оруженосцев, оружейников, конюхов, слуг и так далее. Вот о них автор хроники упомянутый даже и не упоминает. Почему? Да потому, что они не были немцами, это была Чуть, то есть эсты, предки эстонцев. А их на льду Чудского озера, как указывает русский летописец, погибло без числа. Но дело даже и не в этом. Вот факты говорят сами за себя. Только через 10 лет спустя после ледового побоища Ливонский орден, получив большую помощь от ордена Тевтонского, предпринял новую попытку военных действий против Пскова. И даже Карл Маркс, считавший позитивным освоение прибалтийских территорий немцами, писал, Александр Невский выступает против немецких рыцарей, разбивает их на льду Чудского озера, так что прохвосты были окончательно отброшены от русской границы. Нужно еще упомянуть о том, что отражением Ливонской агрессии князь Александр не ограничился. Через три года, в 1245 году, он отбил вторжение литовцев под Торопецем, а затем силами своей дружины полностью уничтожил литовские войска у Жижицкого озера и под Усвятом. Поэтому отрицать военные победы, множество военных побед Александра Невского, его талант полководца, не проигравшего действительно ни одной битвы, и его несомненные успехи в отражении агрессии в первую очередь с запада, ну просто бессмысленно. Откуда берутся вот эти попытки принизить роль военных побед Александра Невского? Возможно, вот критики князя этого не знают, но сразу после прихода к власти нацистов в Германии министр пропаганды Юзеф Геббельс поручил немецким историкам найти доказательства того, что никакого ледового побоища вообще не было. Оно было придумано летописцами в угоду князю Александру. Поскольку девизом Геббельса мы знаем был следующий девиз такой чем чудовищнее ложь, тем быстрее люди в него поверят, то и немецкие историки быстренько нашли якобы доказательства якобы того, что никакого ледового побоища не было, они даже не ссылались на Ливонскую хронику, они про это и забыли. Именно поэтому Сталин приказал ответить на эти действия силами важнейшего искусств кинематографа. И в 1938 году талантом Сергея Эйнзенштейна был создан замечательный художественный фильм Александр Невский о талантом композитора Сергея Прокофьева музыкальное сопровождение к нему в виде прекрасной одноименной кантаты. И тогда это была настоящей революцией в советской идеологии. Почему? Ну, князь, то есть феодал эксплуататор трудового народа, да еще и канонизированной русской церковью стал образцовый примером для советского патриота. В условиях надвигающейся новой кривостоносной агрессии советская власть волей-неволей обратилась к образу идеального воина и защитника Отечества, к образу Александра Невского. И точно так же, как это было с открытием нетленных мощей князя во Владимирском монастыре Рождества Богородица в год Куликовской битвы в 1380 год, потому что был нужен небесный покровитель для победы доненавистным ордынским врагом. Точно так же, как это было в 1547 году, когда князь был канонизирован Московским собором, а это был год, когда великий князь московский Иван Васильевич IV принял титул царя всея Руси. И так же было в 1724 году, когда государь-император Петр Великий перевез останки мощи святого благоверного князя из Владимира в свою новую столицу, чтобы у Санкт-Петербурга навеки был небесный заступник и покровитель. Ну а 7 ноября 1941 года вот в своей речи к уходящим на защиту столицы воинам Красной Армии Сталин сказал «Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих предков». И первым назвал Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова. «Пусть осенит вас победоносное знамя Великого Ленина». Поставив феодального монарха в один ряд с сокрушителем монархии, вот советский вождь одним этим сменил всю парадигму действующей тогда государственной идеологии. И подтверждением тому станет государственной наградой, украсившей мундира командиров Красной Армии за умелые и решительные действия орден Александра Невского. Но святой благоверный князь Александр Невский ко всему прочему считается между прочим и небесным покровителем дипломатической службы России. Почему? Да потому что в своей дипломатической деятельности он обозначил на многие годы вперед направленность всей внешней политики будущих московских правителей. В чем она заключалась? В середине 13 века Русь оказалась между молотой и наковальней, между двух огней. Агрессия с одновременной западой и востокой. И для одновременного отражения этих агрессий у раздробленной, раздираемой княжескими междусобицами Руси никаких сил не было. Это прекрасно понимал Александр Яславич. следовало определить степень максимальной угрозы. И угрозу Запада князь Александр определил как наиболее опасную. За спиной братьев-рыцарей ведь была не только римская католическая церковь, стремившаяся к религиозной экспансии славянских земель и поощрявшая швертмиссию, то есть миссию с мечом. Рыцарские ордены были ударной силой политической и экономической экспансии торгового союза европейских городов. Ганзы всей Европы. Именно Ганза тайно финансировал германский Дрангнахостен натиск на Восток. Для Ганзы Новгород и Псков были экономическими конкурентами и в своей задаче она ставила превратить конкурентов в рядовые перевалочные пункты на путях ее торговли с Востоком. И если бы это удалось, Северо-Западная Русь стала бы рядовым германским владением. Если бы немцы только захватили, оккупировали бы Северо-Западную Русь, они бы уже оттуда никогда бы не ушли. И тогда, как и Прибалтийские территории, и православный русский народ подверглись бы религиозной и национальной этнической ассимиляции. Они перестали быть русскими. И примеры тому же уже были. Во время Четвертого Крестового похода, вместо того, чтобы отвоевать Иерусалим, крестоносцы вероломно захватили столицу греко-православной Византии, Константинополь. И вот эти воины креста резали и грабили грехов-христиан по благословлению Папы Римского. Расчленив Византии, они создали на ее территории несколько католических государств во главе с европейскими феодалами. И принуждали православное греческое население принять католичество. И об этом на Руси же, конечно, было известно. Потому, не случайно, что на предложение папских легатов принять королевскую корону из рук Папы Римского и обратиться в католическую веру, князь Александр Невский ответил категорическим отказом. Но вот критики так называемой антиевропейской политики князя Александра приводят в качестве примера иного подхода великих литовских князей, которые приняли католичество и якобы это избавило их от крестоносных агрессий и защитило одновременно от ордынских набегов. Но это ложь. Ливонский орден на протяжении всего последующего времени стремился захватить литовские владения. Точно так же, как Тевтонский орден постоянно покушался на земли польского католического королевства, а его рыцари с одинаковой лихостью резали польских братьев по вере, как и язычников Прибалтики. Лишь в 1410 году объединенные польско-литовские русские дружины у Грюнвальда разгромили войска Тевтонского ордена, под знаменом которого были рыцари со всей Западной Европы. Правда, об этом и о решающей роли в битве русских полков в нынешней Польше и Литве стараются лишний раз не говорить, чтобы не обидеть европейских союзников. Вот в Эстонии, кстати, стараются не вспоминать и о совместной борьбе эстов и новгородцев против меченосцев, в том числе об обороне Юрьева в 1224 году, когда защищавшие город Эсты и русские во главе с новгородским воеводой Вичко и эстским старостой Мелисом героически пали в бою, а оставшихся в живых защитников Юрьева благородные крестоносцы перевешали на городских стенах. Вот обелиск, напоминающий об этих событиях, пока еще в Тарту, это в бывшем Юрьеве Дерпте, стоит, но после 1991 года почему-то оказался повернут лицом с запада на восток. Ну, тогда чему же удивляться, как оценивается некоторыми прозападными деятелями, политическими историками или теми, кто называет себя историками, как оценивается личность святого благоверного князя Александра. Вот критики восточной внешней политики Александра Невского упрекают ее в том, что он якобы пошел на сговор с ордынскими захватчиками и подчинил им Русь, вместо того, чтобы вот так взять, поднять народ на решительную борьбу с угнетателями. И в качестве примера они опять-таки приводят принявшего от папы римского королевскую корону князя Даниила Галицкого, который в 1253 году отказался выплачивать дань орде и разгромил карательное монгольское войско. Вот почему-то они при этом не вспоминают, что спустя 6 лет после этих событий князь Даниил Галицкий, не получив помощи от крестоносцев, обещанной помощи от крестоносцев, все равно подчинился орде, стал выплачивать дань и срыл все построенные им крепости на границе Галицко-Волынской Руси. Так из чего исходил вот Александр Невский по своем отношении в своей политике в отношении Золотой Орды. Да и своих личных наблюдений, своих знаний и опыта. Для этого он сам поехал в Орду в 1247 году. Поехал, зная, что 30 сентября 1246 года, за год до этого, в столице Монгольской империи Каракаруми был отравлен его отец Ярослав Всеволодович, отправившись туда за ярлыком на Великое Княжение. Ну, по-видимому, при дворе Великого Хана Гуюка сошли, что талантливый и волевой князь Ярослав представляет опасность для монгольского владычества. Александр Ярославович поехал в Орду также отлично, зная, что в том же, в сентябре 1246 года в сарае Бату по приказу Батыя принял мученическую смерть князь Михаил Черниговский, отказавшийся исполнить языческий монгольский обряд очищения огнем и все равно поехал. И сам князь Александр прошел через все, через языческие обряды, через унизительные церемонии, которыми сопровождалось вот это каждый визит в ставку ордынских ханов и сумел, тем не менее, завоевать расположение ордынской верхушки. Подружился с сыном Бату хана с Артаком и даже побратался с ним, став официально сыном Бату хана. И в этом ничего удивительного не было. Для монгольской демократической, то есть военной знати, князь Александр был в первую очередь удачливым воином, профессионалом, полководцем, которым покровительствует сам монгольский бог Сульде, бог войны. И Александр стремился проявлять специально лояльность и уважение к ордынским нравам и обычаям. Поэтому никакой угрозы для своего господства на Руси, вот как раз придворные, ханские придворные в Александре-Невском не усмотрели. А он, находясь в Орде, изучил государственный механизм монгольской империи, характер сложивших политических социальных отношений и понял самое главное, раздробленная и враждующая Русь, враждующая между собой княжество в ближайшем обозримом будущем при его жизни победить Орду не смогут в открытом бою. Это было ясно. Поскольку военный потенциал Орды, скрепленный еще и железной дисциплиной, слишком высок. Но и Орда в полной мере овладеть и править русской землей не сможет, потому что это не позволит уровню ее социального, экономического и политического развития. Орда ведь это паразитическое государство, которое само ничего создать не могло, ничего, а могло только потреблять. ее главная цель это использовать Русь в качестве такой дойной коровы и существовать за счет дань, получаемой с русских княжеств. Больше ей ничего не нужно было. При этом осуществляя древнюю римскую политику империя древидес, то есть разделяя и властвуй. Вот сталкивая между собой русских князей, не позволяя русским землям объединиться, угрожая постоянно опустошительными набегами и только так править Русью. Но овладевать и оккупировать территорию Руси у Орды не было просто никакой необходимости. Достаточно было лишь удерживать русских князей в политической зависимости, заставляя платить ордынский выход, то есть дань. Следовательно иллюзию покорной и исправной выплачивающей дань Руси. Но исподволь тайна постоянно готовится к решающим схваткам с этим пока непобедимым врагом. Скрыт накопить силы, объединять русскую землю, ждать момента, когда неминуемый распри и борьба за власть, а это придет, ослабит саму Орду. А пока демонстрировать ханам покорность и смирение. Вот так и действовал в дальнейшем князь Александр отправившись и в далекий Каркарум и получив там ярлык на великое княжение. Так он действовал и потом, когда заставил гордых и буйных новгородцев выплачивать Орде дань. Но взамен, например, он выторговал у Орды право на неучастие русских дружин в военных походах ордынцев. Вот этим он помог сберечь русскую воинскую силу. И так он завещал поступать своим потомкам. И его внук московский князь Иван Данилович по прозвищу Калита вел такую же хитрую и очень дальновидную политику. Жестоко подавив Тверское восстание Иван Калита добился права на сбор дани со всей Руси своим силам без участия ханских сборщиков Дани Баскаков. И часть дани он забирал себе. Задарив ордынскую верхушку создал возможность пополнения московской казны за счет ордынского выхода. И эти средства шли отнюдь не на роскошную какую-то княжескую жизнь. На эти средства строились крепости. На эти средства копилось оружие. Создавались оружейные арсеналы. На эти средства шла подготовка будущих победителей Орды. И это случилось. Случилось в 1380 году. И ближним результатом вот такой политики была как раз битва на Куликовом поле. Победа объединенной Москвой и Руси затем уже в 1480 году в стоянии на Угре и конец ордынского владычества. Ну а конечным итогом исполнения заветов великого святого благоверного князя Александра стало создание мощной евразийской российской державы, которая объединила великое множество народов. И для этих народов Россия стала не тюрьмой и не каторгой, а колыбелью их цивилизации. И это часть наследия святого благоверного князя Александра Невского. Спасибо. Спасибо большое вам, Сергей Александрович. Хочется подчеркнуть, что это была лишь часть наследия Александра Невского. Поэтому те ученые, которые говорят, что преувеличено значение Александра Невского в корне неправо. А как вы думаете, как это донести до молодежи? Очень не хочется растить Иванов, не помнящих родства. Вот в частности такие рождественские чтения, которые в этом году посвящены Александру Невскому, могут в этом помочь? Ну, вы знаете, вот я уже сказал, что одним из важнейших для нас искусств, это не я, не я сказал, является кино. Ну, вот, например, фильм Александр Невский. Кстати, за последние годы созданы еще, например, фильм Александр Невский «Невская битва». Ну, вот, например, средствами кинематографа может доносить. Конечно, разумеется, кино – это не история. И если даже называется историческим фильмом, это не значит, что там показана историческая правда. Разумеется, в любом искусстве есть определенная доля вымысла, в том числе даже, например, в искусстве портрета. Да? Это же не фотография. Безусловно. Вот, в первую очередь, я считаю, что необходимы фильмы. Почему? Вот, вы знаете, вот, 1938 год, сколько времени прошло, а вот этот фильм «Александр Невский» по-прежнему, это классика, она производит впечатление. Я говорю, замечательнейшая музыка, замечательнейшая. Да? Ну, почему бы, например, не снять новый фильм? Ну, с помощью современной графики той же самой. Это будет очень интересно, интересно было посмотреть. Это одно. Второе, разумеется, это книги. Другого источника знаний у нас нет. Это книги. Ну, есть определенные сложности сейчас с чтением. Ну, кстати, говорят, во время пандемии популярность книг увеличилась, выросла, да. Ну, что ж, посмотрим, как это отразится в дальнейшем, посмотрим на результаты. Разумеется, нужно просто читать, читать. И ведь в Александре Невском написано очень много, очень много и хороших книг. Ну, берем того же писателя Яна, да. Вот. Написаны целые поэмы о битве на Чудском озере, о Невской битве. Ну, это надо просто как-то доносить постоянно до молодежи. И, конечно, уроки истории в школе, они должны быть интересными, красочными, впечатляющими, эмоциональными. эмоциональными, иллюстрированными, безусловно, чтобы мог, вот, молодой человек почувствовать ту эпоху. Суровое время, жестокое время, безусловно, непростое время. И понять, сколько сил нужно было человеку, чтобы не просто победить, а выжить. Просто выжить, хотя бы, в это время. А уж сколько было нужно сил, чтобы победить, каким нужно было умом обладать, какими способностями, не только умением сражаться, но и, в первую очередь, умением думать, логически анализировать обстановку, то, что тебя окружает. Вот именно этим и обладал князь, святой, благоверный князь Александр. Именно умением мыслить, оценивать, реально оценивать обстановку, делать правильные выводы и правильно поступать в соответствии с этими выводами. Спасибо большое, Сергей Александрович, спасибо большое, отец Николай, спасибо большое, отец Григорий. Наши рождественские чтения в эфире ОТВ подошли к концу. В завершение еще раз хотела бы отметить важность наших рождественских образовательных чтений. Они помогают развивать православное направление в образовании, взглянуть на проблемы науки и культуры с точки зрения православного мировоззрения, тем самым осуществляя духовно-нравственное просвещение общества. Мы надеемся на то, что церковь и государство продолжат укреплять и расширять сотрудничество в этой области. Спасибо всем, кто был сегодня с нами. До новых встреч. Спасибо.